В своих выступлениях на всяческих международных сессиях, организациях, политических кулуарах, президент Ильхам Алиев неустанно повторяет, что готов предоставить Нагорному Карабаху самую широкую автономию, которая только есть и серьезную экономическую поддержку. Что касается последнего, то сильно громко сказано. В чем заключается экономическая поддержка? Вливанием инвестиций, строительством инфраструктуры. Зачем Азербайджану пятая болячка в лице Карабаха и ее народа, если Азербайджан не в состоянии поднять экономику ряда своих районов, жители которых разбегаются из-за безработицы, коррупции, кто в Баку, кто в Россию. Вспомним хотя бы относительно недавние массовые беспорядки в Осмаилинском районе Азербайджана или в Губинском районе. Также можно вспомнить жителей поселка Нардаран недалеко от Баку, которые собрались на митинги недовольными социально-экономической ситуацией. Или митинг 500 жителей села Минбаши Сабирабадского района республики, чьи дома были разрушены наводнениями и два года сельчанам приходилось ютиться во времянках. И таких примеров много. О какой экономической поддержке со стороны Баку, Карабаху может идти речь, если А. Баку не скрывает свою армянофобию Рамиль Сафаров и Крама Алисли Хороший пример, живые примеры А Карабах все же армянонаселенный регион Б. Зачем Баку заботиться о кармане армян Карабаха, если карман рядовых азербайджанцев пуст и им приходится устраивать погромы выходить на митинги или покидать по экономическим соображениям Азербайджан. Нужно ли Карабаху такое будущее? АПЛОДИСМЕНТР АПЛОДИСМЕНТР Невчонки Огромы Субтитры сделал DimaTorzok Вопрос оставим риторическим. Что касается политической составляющей вопроса под замысловатой самой широкой автономии, то под этим можно понимать что угодно. Карабах был автономией в составе Азербайджана. Были? Знаем. Лично для меня понятием самой широкой автономии считаются только два пункта на карте мира. Это Аумынь и Сянган, которые больше известны миру как Макао и Гонконг. Эти две автономные территории в составе Китая. Одна бывшая португальская колония, вторая бывшая британская. В конце 90-х эти две колонии были возвращены Китаю. И у Макао с Гонконгом действительно самые широкие, самые блатные, говоря простым языком, автономии. С одной стороны они в составе Китая, питаются Китаем, но с другой стороны живут по принципу «одна страна, две системы». То есть на сохранении двух различных экономических и юридических систем в рамках единого китайского государства. И Макао, и Гонконг обладают значительной автономией, собственными законами, правовой, денежной, таможенной и иммиграционной системами, а также правом участия в международных организациях. В видении Центрального правительства Китая находятся только оборона и дипломатические связи. Готов ли Азербайджан на такое? Думаю, нет. Ибо Азербайджан как бы не кичился нефтью, но до экономики Китая достаточно далековато. Как быть Карабаху? Как сделать так, чтобы было выгодно и Армении, и Азербайджану, и главное, народу Карабаха? Попробуем разобрать эту дилемму. Для того, чтобы принимать обоснованное решение по какому-либо вопросу, необходимо выявлять и сопоставлять положительные и отрицательные последствия. Это простой и естественный подход, также применительно к решению Карабахского конфликта. Взвесить последствия вариантов, то есть в пользу и во вред, которые получат заинтересованные стороны. Азербайджанцы, армяне, международные компании, регион, мировое сообщество. Оценим по сформулированному критерию варианты решений. По сути их только два. Восстановление юрисдикции Азербайджана в Нагорном Карабахе, то есть лишение его фактической независимости. Признание полной политической независимости Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Проще говоря, в результате решения конфликта у Нагорного Карабаха, либо не будет никакой независимости, либо он обретет полную юридическую независимость де юра. Независимость не бывает неполной. Не надо быть соломоном, чтобы прогнозировать последствия такого решения. Армяне Нагорного Карабаха, вкусившие сладость независимости, ее не отдадут. Не подставят своей шеи, чтобы на них еще раз надели ерму рабства. Поэтому они будут делать все, чтобы отстоять с таким трудом обретенную независимость. Чтобы просто физически выжить. То есть произойдет то, что не раз происходило в истории. Когда подавлялось фундаментальное право народов на самоопределение. Затяжные кровопролитные войны, разрушения, страдания людей. В регионе сложится таким образом крайне нестабильная обстановка, которая не будет благоприятствовать осуществлению грандиозных нефтяных проектов. В результате окажется под угрозой перспектива экономического процветания Азербайджана, превращение его во второй Кувейт. Международные компании не получат запланированных прибыли от продажи Каспийской нефти. Пострадает экономика тех стран, для которых эта нефть предназначена. Следовательно, попытки повторного подчинения Нагорного Карабаха Азербайджану обернутся крупными экономическими, политическими потерями для всех заинтересованных сторон, не принеся ни одной из них какую-либо ощутимую пользу. А ведь можно иметь другие, прямо противоположные результаты. Для этого необходимо, чтобы Азербайджан признал полную политическую независимость Нагорного Карабаха. Речь идет, еще раз подчеркну, о полной политической независимости. Другие варианты независимости – плод извращенного дипломатического ума. Ведь у Азербайджана будет соблазн, используя малейшие, вытекающие из будущего договора, возможности восстановить свое былое господство в Нагорном Карабахе. В случае признания Азербайджаном полной политической независимости не будет никаких помех тому, чтобы в регионе наконец-то воцарился надежный мир. Установилась стабильная политическая обстановка – это то, о чем должны мечтать заинтересованные стороны. Благоприятные возможности для экономического процветания стран региона, развития бизнеса со стороны международных компаний. А проиграет ли при этом какая-либо из сторон? Как бы тщательно не искать, невозможно найти даже малый проигрыш. Наглядное представление о положительных и отрицательных последствиях осуществления двух вариантов решения могут дать эти таблицы. В первой части таблицы вы видите варианты решения. Стороны, польза, вред, итога. Восстановление юрисдикции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Сторонам это даст Армении и Нагорному Карабаху угроза физическому уничтожению. Азербайджану же угроза экономическому развитию. Регион получит политическую нестабильность. Международные компании срыв прибыльных проектов. Мировое же сообщество попрание общечеловеческих ценностей. Вторая таблица показывает случаи признания полной политической независимости Карабаха со стороны Азербайджана. Армения и Нагорный Карабах получают устойчивое развитие. Азербайджан также устойчивое развитие. Регион, политическую стабильность. Международные компании осуществления прибыльных проектов. Мировое сообщество – торжество общечеловеческих ценностей. Таблица в том виде, в каком она здесь представлена, носит, естественно, лишь иллюстрированный характер. Но если вдумчиво и досконально вникнуть в таблицу, заполнять ее честно, непредвзято, довести оценки до количественных, то можно доказать с точностью, приближающейся к математической, что полная политическая независимость действительно отвечает долгосрочным стратегическим интересам всех заинтересованных сторон. К вопросу дипломатического урегулирования мы еще вернемся на будущей неделе. КОНЕЦ КОНЕЦ